Всем привет, вы находитесь на канале FastGoreTV и сегодня мы с вами начинаем полное, подробное и очень объемное прохождение игры Final Fantasy VII Remake. Это будет прохождение от лица человека, который не знаком с оригиналом и который на протяжении всего этого времени будет жертвовать своим языком и переводить весь текст и все катсцены, которые есть в этой игре, потому что так надо. Давайте просто начнем, я хочу познакомиться с этой игрой как можно ближе, у нас есть определенное дополнение и также сообщество, я ничего не делал и ничего не решал, мы решили путем голосования, что озвучка игры будет японская. Там 80% победили и поэтому проходить мы будем игру на японской озвучке, а переводить я буду субтитры. Ну а в общем-то японский это именно тот язык, на котором я бы играл в игру. Новая игра, начинаем. Все по дефолту, играть будем на нормальном. Сложнее нету. Square Enix представляет. Сложнее нету. Сложнее нету. Продолжение следует... 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 А, я говорю, огонь. Так. Фокус-шот. Да, стаггеры работают таким образом, что, типа, мы бьем противника, он впадает в состояние стаггера, и после состояния стаггера он может впасть в какое-то еще состояние, там... Достаточно весело. Пока он лежит, давай жмем по нему всем, что есть. Вот он сейчас, типа, прэшерд. И с прэшерд он может попасть в состояние оверчардж. А теперь мы его роняем, нет времени объяснять. А теперь он впадает в состояние стаггера. Вот, и в стаггере мы, соответственно, наносим ему больше урона, и также, пока мы их бьем, мы быстрее заряжаем нашу полоску со способностями. А значит, ей надо пользоваться. Брейвер. Если у Барата фокус-шот есть. Готово. Вот и все. Эээ, тебе сколько? 20 сколько-то? Один. Эээ? Первого класса я. Мы до 20 не доходим. О чем ты говоришь? Я имею ввиду твой возраст, а не сраный ранг. Я... Ну, все, что я знаю, это то, что ранг солдата может быть такой же, как его возраст. Так что, я так понимаю, ты однолетка? Живи и учись. Клауд однолетка, ха-ха. Смеху-то. Ужас. Ужас. Это наша цель. Ядро реактора. Нужно поставить мину, бомбу точнее, внизу. Давайте спустимся. Эх, нас с вами ожидает не самая приятная битва. Чёрт, да я практически чувствую здесь мака. Давайте ускоряться. Барретт, такой Барретт. У меня сердце стучит. Боишься? Да я восхищён. Я мечтал об этом годами. Давайте, мальчики, конец близок. Оставлю всё остальное вашим способным рукам. Осторожнее. Способным рукам. Я говорю, косяки могут появляться, потому что формулировки я их ненавижу. Вообще синхронный перевод это тяжело для человека, который понимает язык. Типа на интуитивном уровне. Ну такое. Так, он тут только Барретт. Хотя Клауд, между прочим, умеет прыгать и прыгает он автоматически. То есть, если я ничего не делаю, кнопки прыжка здесь нет, а он допрыгивает до противника сам. Что тоже интересно. Думаешь, если мы упадём вниз, мы попадём прямо туда до самого низа, до ядра планеты? Нет, нас высосит обратно. Как удобно. Вот где я? Клауд. Нет, что это было сейчас? Опс. Здоровье падает. Но у Баррота есть, кстати, способность к лечению, поэтому можем пользоваться ей. Только что, кстати, была японская камера, прям ярчайший её пример. Так, ну, давай попьём немного. Барроту-то особо не надо. Он умеет хилиться сам. Ещё бы я буду тратить на него что-то. Конечно. О, господи, Баррот. Не надо так. Да, давай это сделаем, давай это сделаем. Ну да, посмотрим, может ли... Можешь ли ты укусить руку, которая тебя кормит. Давай. Твоя честь. Докажи мне, что ты тот человек, как говорит Тифа. Что ты один из нас. Никто так не говорил. Я просто здесь за деньгами. Тогда сделай чёртову работу. Что-то не так? Я в порядке. Что с таймером. Что выберешь, что выберешь. А, 30 минут. Потому что, поверьте мне, так и надо. Эх. Недостаточно для тебя. Ах, ты предательская... Сверху. Что это за чёрт? Это геморрой. И как нам с этим драться? Он бронирован снаружи, но изнутри можно его перегрузить. Других вариантов нет. И правда нет. Так. Мне-то волноваться. О, господи. Так, когда нас хватают противники, мы можем переключаться на персонажа и, собственно, долбить противника этим. По-моему, время электричества. Видел, что я сделал? Продолжай. Нужно больше. Именно электричества. Так. Пулемёты. Ну, конечно. Проблема в том, что с ним, короче, и не магия, а вот именно электричество. Электричество только у Баррета. Это что за чёрт? Барьер. Никогда не видел ещё такую систему защиты. А, я думал, ты эксперт. И это твой гениальный план, гений. И Мунин. Я понял. Фокусируйся на ядре. Ну, а теперь-то он вспомнил. Боль нам. 20 маны. Маленькое количество хп, понял. Моё время сиёть. И леповать. Отпусти. Клад без сознания. Я понял. Полечить я его могу? Не могу. Эй, ты хочешь, чтобы я сам с ним справлялся? Окей, признаюсь, такого у меня ещё не было. Ну, я думаю, он встанет в какой-то момент. Надо следить за здоровьем. Хорош, давай вставай. И правда, Клауд, надо бы. Я не могу ещё ничего в него кастовать нормального. Потому что эта зараза просто стреляет ракетами, и я ничего не могу с этим поделать. Клауд, быстрей. Снова барьеры. Я не могу Клауду поднять вообще никогда. Как-то ему помочь. Давай вставай. И правда, давай вставай. Сколько можно лежать? Да ты меня раздражаешь, серьёзно. Клауд, встаём. Кошмар, как долго. Проблема. Это очень большая проблема, потому что без Клауда у меня нет основного урона. А он не встаёт, и... Как бы, дать ему зелья я не могу, ничего не могу. Может, подойти к нему в упор? Мне ещё не падал персонаж, я понял. Просто нельзя. Нет, серьёзно, почему он не встаёт? Его вот так вот бартом, да убедит, вообще не вариант. Понял. Блин, ну это несерьёзно. Как удержать под давлением, если у меня нет Клауда, и он не встаёт? А я просто немного не уследил за ХП один раз. Да, лимит брейк, это круто. Это бульта, очень сильная атака, которая наносит кучу урона. Я, короче, не могу её использовать пока что, просто потому что... А, не, подожди, могу. Просто на Клауде было бы покруче. А, не, подожди. Мистер Клауд не желает проснуться. Зелий ему нельзя дать, но можно использовать наконец-то. Наконец-то. Выкрытие. Я этого Скорпиона, говорит, уничтожу. И правда. Пора его поджарить. Как бы и пора. А с другой стороны, пора, по-моему, хилить. Нет маны. Это похоже на правду уже. Да, надо похилиться пока есть возможность. Это... Это хорошо. Так, Барат, работаем. Хватает маны. Туда себе хиль. Тут нужно убить всем, всем, что есть вообще. Огонь? Вообще не огонь, я понял. Чё, сейчас у меня ещё лимит наберётся. И можно будет прям работать. Что происходит? Автопочинка? Чёрт, нам нужно убить его или нам конец? Да, я уже начал. Нужно атаки концентрировать очень вовремя, ждать возможности удорить. Клауд лимит. Клауд лимит. А вот и лимит. По правой ноге давай. Как будто бы вообще не нанёс урона. Отойти уже не мог. Так, давай Барат сфокусированный по левой. Клауд фокус по... Тоже не успел. Нет, успел. Добиваем. Добиваем. Чёрт, бомба. Чёрт, бомба. Это было максимально грязно. А, ты это слышал. Показали. Давай, надо двигать. Это правда. Вот что-то уже нам сделать отход был. Идём, идём. Да, 30 минут я поставил не просто так, потому что нас ожидало битого. И сейчас ещё целый побег. Это не кухры-мухры грязоват получилось. У меня ни разу персонаж не падал. Я не знал, что зелье надо, типа, именно так использовать. Через другое зелье, которое немного похилит персонажа и его поднимет. Ну, типа, давай. И время застыло. Ты в порядке? Так, на что похоже? Помоги, девочка. Мой герой. Эй, потом там пообщайтесь. Смотрите, Джейси. Или найдите. Сюда. Этот путь приведётся прямо к Барату. Поторапливаемся. Думаю, я вижу выход. Идём. Не оглядывайся. Давай, давай. У нас заканчивается время. Заткнись и лезь. Не особо помогаешь. Прости, я просто... Это помогает мне сфокусироваться. Я психану, если не буду говорить. Барат, я вас прикрою. Выбирайтесь отсюда. Ну, тогда... Не волнуйтесь, я буду в порядке. У меня тут мальчик-солдат со мной. Бывший салдат. Они здесь. Взять их. У нас нет времени на это дерьмо. Время уходит. Отлично. Всё нормально. Пять секунд нам достаточно. Пойдём, остальные уже заждались. Нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Этого нам ещё не хватало. Пойдём, остальные уже заждались. Как-то больше электричества, чем огонь, да, получается? Полезно. И добиваем. Отлично. Весь обратный путь. Быстрее у нас компания. Да. Да ты что. Там ещё я не... Противно летающих ещё и не видно. Ну, как раз для этого разноплановые персонажи в одном отряде существуют. А, этот какой-то шустрый. Это мрази. Я их не очень люблю. На ним можно очень хорошо не попадать вообще способностями. Сменяем режим оружия, сбиваем их с пути просто и стаггер очень просто выбивается. Конечно же ещё лазера. Мне же этого не хватало. А, о, как раз. Я же Нет. Меня сильнее. Я все. ... Не могу выйти из этих серий атак вообще Как-то малого он урона получает от такой серьезно заряженной атаки Ну вот теперь он просто умирает на этом стагере Потому что выйти из него невозможно Противные твари Они мне еще попортят жизнь я уверен Серв Противные твари Давай 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 Где остальные двери открыты у нас тут не то что много времени так что давайте быстрее народ идти можешь если бы я не могла то бы первым об этом узнал сочетаю это за да клаут что же это было достаточно круто ладно давай и на этом заканчивалась демо версия и двигаемся дальше судя по всему первая глава уже пройденном это было круто боевка я не чуть попозже расскажу глава 2 похоже что мы справились и почти без царапин думаете переборщили я следовала инструкции может быть там какая-то реакция была с маком что же будем надеяться что город в порядке но важнее планеты всего да точнее важнее всего планет имею ввиду это же помогло лучше бы да любом случае давайте двигаться дальше мы же в восьмом секторе да он там что же иди тогда видит конечно веди но мы с вами наверное пока что на этом закончим это была первая и начальная серия final fantasy 7 нас их с вами ждет еще очень и очень много так что если вам понравилось это видео то поставьте лайк прокомментируйте и подпишитесь на канал если еще не подписаны а также не забывайте про колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо за просмотр всем пока не забывайте про колокольчик